Хоба! Привет! С вами Доктор Глаз, 22 градуса и солнышко немножко, да, солнышко. Новости какие? В районе железнодорожной станции в центре Лондона произошел пожар. В полиции не связывают инцидент с терроризмом. Ну да же, а Путин уже наградил отличившихся. Так, Путин. О, опять Путин. Чего-то нельзя поминать. Он тут как тут. Путин России вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений. Вот кому-то это надо, да? Так, в Москве затопило станцию метро Ясенево. Но это дождик был, да, сильный. Ужас. Ужас. У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва-Афины нашли коронавирус. Да, а у них справочки были, всё. Так, учёные СПБГУ, это питерский университет, пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге придётся на конец июня. Год не уточняется. Суточный прирост заболевших составит более 21 тысячи человек. Это сейчас по России столько? О, Господи, будет по Питеру? Так, крупнейшая грузовая авиакомпания РФ прекратила летать через Белоруссию. Да, запретили же в мире. И они тоже. Да, мы решили не использовать для полётов своих самолётов воздушное пространство Белоруссии. Собакин. Нет, не Собакин. Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Москве. Был побит рекорд по числу госпитализаций и умерших. А Собянин пока не был побит. Ролик Собчак заблокировали из-за пропаганды наркотиков. Ну, до чего дошла девушка, а? Так, в России за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса. Ну, то, что я говорил, да, по России. А будет в Питере столько. Мама родная. К тупительски. Там аккуратнее, а? Врач назвал неожиданный способ защититься от индийского штамма коронавируса. Оказывается, он через глаза может проникать. Так что носите очки. Ну, просто тёмные очки. О, ещё нужно иметь не просто маску, а хороший респиратор. Я представляю, Москва идёт вся в противогазах. О-о-о. Так, Песьков. Чего-чего? Давно его не было. Прыщи какие-то. Дозрел, значит. Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет. То есть, ну, нету. Вот, ну, нет и всё. Так, у ГИБДД угнали патрульную машину в центре Москвы. Да, они вышли покурить, а мужик сел и угнал. Как-то странно. Так, из-за сильнейшего ливня и ветра 27 населённых пунктов Подмосковья остались без света. Раменский, Клинский, Щёлковский, Домодедовский, вообще там всё. В Раменском рухнул башенный кран. Ой, 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 ой. Ничего на вас, да? Так, полиция Латвии просканировала дно реки Даугава. Ну, это северная... Ой, нет. Это западная двина, да? Даугава. Это... Я там жил, да, на Даугаве, как раз в Риге. Так, а чё они сканировали-то в поисках пушки, украденной с мемориала. Да, украли, да. У какой-то крали теперь эта пушка. Так, вывезли пушку на тракторе ночью. Ой. Так, блогер Матузная, который проходит лечение в Мариинской больнице, рассказала, что в медучреждение пускают посторонних. Я вам рассказывал уже, это с Твиттера было, а сейчас уже на эхе Москвы. Заходит, оказывается, это не в Москве, Мариинская больница, это в Питере. Да, заходят и продают китайские массажёры. И против неё, значит, открывают уголовное дело за то, что она размещает фото из медицинского учреждения без разрешения администрации. Так, против неё главное, да. В Москве из-за суперливня, уже называют суперливень, резко подскочили цены на такси. Такси, наверное, уже теперь на байдарках, да? Пошёл. Так. И Твиттера немножечко. Жаль, что не все европейские политики это поняли и пытаются заигрывать с кровавым маньяком. И дальше цитата депутата парламента Великобритании. Ух ты, я вам прочитаю. К Путину надо относиться к тем презрением, которого он заслуживает. Он всего-навсего туповатый головорез, стоящий во главе мафиозного государства. И это трагедия для российского народа. Да бросьте вы, трагедия. Русский народ прям это. Радуются даже, что у них Путин, лучший Путин в мире. Так, ну наконец-то, это опять Твиттер. Ну наконец-то, первая хорошая новость для россиян, которым не хватает денег на еду. Путин поручил оказать поддержку Катару для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Да, я вам уже говорил, да. И тут дальше комментарии. И на самом деле он оказал поддержку всяким Роттенбергам, которые строят в Катаре объекты чемпионата мира. Смешно, послушайте, неужели вы до сих пор не поняли, что Путин всего лишь пресс-секретарь банды. И её, так сказать, медийное лицо. Ну, фронтмен скорее. Я уж не знаю, Тамбовская это или Питерская, или ФСБшная, но это банда. Захотят, сделают пресс-секретарь с секретарьём другую морду. Вот и все дела. Да правильно, вообще-то. Так, отправляешь неработающих пенсионеров на стройки. Они становятся работающими. Работающим пенсионерам индексация пенсий не положена. Государство опять в выигрыше. Ну да. Вот они настоящие патриоты. Чтобы инфляции в России не было, они вывозят деньги за рубеж. И там их тратят, скупая виллы, яхты и виноградники. Всё для народа. С начала 2021 года чистый вывоз капитала превысил 24 миллиарда долларов. И дальше тут пока жители Подмосковья протестовали против появления новых свалок. Семья губернатора Московской области Воробьёва обосновалась в Италии, подальше от мусорных полигонов. Дочь губернатора Воробьёва стала владелицей виллы в Италии за 450 миллионов рублей. Ну как это интересно, да? Почему в Москве только один официальный язык? Почему нет газет, документации, заведений, обслуживания на азербайджанском, грузинском, армянском языках? Русские в Москве уже давно меньшинство. Почему такая дискриминация? И зачем столько церквей, если население Москвы в подавляющем большинстве мусульмане? Мечети – катастрофическая нехватка. Ух ты! В Минздраве допустили, что привитым спутникам понадобится вакцинация другим препаратам. А зачем же тогда весь спунтик вообще, а? И комментарии. Они толком ничего не знают ещё, а все колоть, колоть, колоть. И дальше комментарии. Как ожидаемо. Потом третьим, четвёртым препаратом. В Москве начался апокалипсис. Падают строительные краны. Я вам говорил, да? Срывают крыши. Месячная норма осадков. Грядёт очищение от грехов. Покайтесь. Интересно. И комментарии. Завтра дождь из лягушек. И второе пришествие Христа. Мама родная. А вот тут парень пишет. Нефиг было смеяться над Ялтой и Керчью. Вот такие дела, ребята. И всё у меня на сегодня. И у меня все ролики про Аляску закончились. Но у меня есть один интересный ролик. Он там, там же в этой категории. Аляска, да? И, значит, ролик называется «Сравниваю Аляску и Чукотку». Ну, это как бы вот я все бабки подбиваю, да? Американская сказка на ночь. Это ещё... О, я ещё писал, что это американская сказка на ночь. Это 2017 год. Вот. И посмотрите, как я изменился. Изменился. Немножко посмотрите. Просто для прикола. Ну, и всё, ребята. До завтра. Пока. С вами доктор Влад. Чао. Хоба. Привет. С вами доктор Влад. Это мой второй ролик сегодня. Так что я не рекордсмен. Вот ничего не хотел писать. Но что-то вот копался тут у себя на канале. И меня вот неделю назад спросили. Скажите, пожалуйста, почему США субсидируют людей, которые переселяются на Аляску просто в целях освоения или иные причины. Вот. Ну, я написал, что да. И причём тем, кто родился на Аляске. Там вообще, по-моему, даже пожизненная, не знаю, стипендия или пенсия или рент выплачивается. В общем, там, да, платят деньги тем, кто туда переезжает, чтобы осваивали, чтобы жили. Ну, конечно, там совсем другие условия, нежели во всей Америке. Ну, в смысле погоды. А так вот я просто хочу сегодня рассказать, о чем меня поразило на Аляске. Я жил на Чукотке. О, о чём дело? Ну, правда, возраст был совсем маленький. Я тогда был, ну, сколько мне было? Лет пять, наверное, да? Пять-шесть вот так. Вот. И я там видел зиму. Я там видел всё. Уже помню. Уже что-то вспоминаю. Не что-то, а хорошо вспоминается. Помню, как мы с отцом и братом летом загорали в ящики. Потому что, ну, холодно. Солнце-то есть. Солнце круглые сутки крутится. Вот. И мы в ящик ложили, чтобы не замёрзнуть. И немножко загорали, да? Вот. Помню, там впервые увидел тритонов в пруду. Ну, в общем, я тогда любознательный мальчик был. Собственно, это осталось. Вот. И когда я... Мы когда прилетели на Аляску... Ну, там круиз был у нас, да? Вот мы сначала в Анкорич. Прилетели уже сам по себе город очень интересный. Меня, знаете, что поразило больше всего? Цветы. Возле каждого дома цветы. И там клумбы везде. И всё такое прочее. На Аляске. Можете себе представить? Ну, я понимаю, конечно, что их выращивают в теплицах где-то. Доводят до уровня цветения. А потом уже высаживают в грунт. Вот. Ну, тем не менее. Ну, надо сказать, что это лето было тёплым. Нам рассказывал наш там командир. Вот. Что вам очень повезло. Ну, как тёплый? Ну, около 20 градусов, в общем-то, да. Ну, вот. И в домах там везде, ну, конечно, все удобства. Чего бы там ни говорили. Вот в Сибири говорят, что там не делают канализацию, потому что землю мёрзлую не пробить. Все делают возле дома такой резервуар. И туда сливается канализация. А потом приезжает машина с трубой. Я рассказывал об этом. Оттуда всё выкачивает. Ого-го. Ну, в общем-то, и то это далеко не во всех домах. А почему это Сибирь-то не дальний, что там Тюменская область, самый юг, Кышимский район, да. Вот. Там, я не знаю, как там копают на Аляске, но там, ну, нормальные условия, нормальное удобство везде. Ну, в домах-то я не был, конечно. Ну, в общем, понятно. Труб нету. Трубы, в смысле, ну, если бы печка была, была бы труба, да. А там ничего нету. Ну, я так понимаю, что отопление своё. Ну, как? Там нет центрального отопления. В Америке нигде нет центрального отопления. Я имею в виду, чтобы вот одна котельная и там вокруг 50 домов. Да, котельная сломалась, все замёрзли. Нет, в каждом доме своё отопление. Своя канализация, даже по домам какая-то своя своеобразная очистка есть. Вот. Вот это цветы. Ну, и вообще, вот, в принципе, анкоридж, он, ну, очень мало отличается от других городов, где вот, побывал в Штатах, там, не знаю, в Чикаго я был, там, в Индиане, в Индианаполисе, ещё в других городах. Вот. И рядом все вот эти вот Штаты мы прокатили и потом вниз ещё ездили туда, к Флориде. Вот. Ну, то же самое, в принципе. Ну, и в отелях то же самое. И вообще так вот вокруг те же самые лица, те же самые люди. Вот. Но там нормальные дороги. Ну, то есть, вот, город, в принципе, не отличим от всех остальных. Единственное, что я заметил, вот особенности какие, да. Вот мы когда летели в самолёте, да, ну, конечно, в основном там летели вот эти вот, чуть не сказал, сибиряки, да, ну, жители Аляски, да. У них суровые какие-то лица, вот, суровые. Не то, что не улыбаются, да. Ну, такие вот, знаете, как сказать, морозом обожжённые, ветром обветренные, вот такие какие-то, да. Вот. И вот меня тут она спросила тоже, вот эта дама здесь же на ролике, что, значит, чего-то она тут спросила, как там живут. А-а-а, да-да-да-да-да-да, это, а, у нас по каналу Discovery постоянно показывают жизнь людей в лесах Аляски, это ужас, но они живут и делом заняты. Ну, не знаю, я в Аляски, в лесах Аляски не был, но вот людей вот таких вот видел, да. И причём я знаю, что оружия там очень много, вот она, как говорится, в семьях, да. Вот. И они за себя умеют постоять, эти аляскинцы. Вот. Конечно, там с полицией проблемы, потому что, ну, большой штат и есть такие отдалённые районы, что туда не досвестишь, как говорится. Вот. Это есть, но как-то вот сами защищаются. У нас в Чикаго, вот, например, преступность едва ли не выше, чем вообще в любых городах. Хотя здесь нормальные человеческие условия, да. Ну, от людей она зависит ещё. Вот. И, да, оружие, да, не только оружие, вот что меня ещё заинтересовало, да, там аэропорты на воде. Вот, ну, водный самолёт приземляется, самолёт поднимается, да, вот на этих, на лодочках таких самолётов, да, гидропланы. Вот. И причём там очень много маленьких самолётов, очень много. Они не только туристов возят. Вот. Просто вот в личном пользовании очень многих семей, очень многих семей есть самолёты. А они небольшие. Ну, не знаю, там, в Walmart слетать куда-нибудь, в тот же Анкориш, да, там, миль за 200, за 300, вот. А то и за 500. Вот, слетал, закупился и назад. Вот так вот. Это нормально, в принципе, для Аляски. Это нормально. Вот. Ну, чё, я могу ещё сказать, меня, значит, обратил внимание, да, меня это неприятно поразило. Вот в аэропорту много каких-то подозрительных личностей. Вот, знаете, едва ли не Кавказ, честное слово. Вот. И вообще там русских очень много. Вот в магазине, да, вот мы в несколько магазинов зашли, и везде я находил русских продавцов там или что-то в этом роде. Услышал наш разговор с женой там русской, да. Хоп, выскачивает кто-нибудь, а, привет, откуда вы? Ну, мы соленоси, туда-сюда. Вот. Очень много русских, и я говорю, что довольно много подозрительных личностей. Ну, видно же их как-то вот сразу, они, ей-богу, киношные. Вот вообще этот штат какой-то киношный. Очень такие характерные люди, вот такие мужественные, суровые люди местного населения, и вот какие-то вот, не знаю, ну, под вид жулики, честное слово, вот я на них посмотрел, да. Вот, если кто-то есть с Аляски, в чём я очень сильно сомневаюсь, ну, подтвердите или опровергните то, что я говорю. Вот. Потом ещё, знаете, там какой момент? Ну, конечно, очень много разных сувениров таких, очень крутых там, и что-нибудь с медведями там, и какие-то ещё там сувениры интересные. И что интересно, очень много этих золотобриллиантов, да. Там очень много добывают каких-то камней драгоценных, полудрагоценных, да. И я вот просто, ну, я не очень разбираюсь, а жена посмотрела, там цены вообще, ну, не то, что бросовые, но очень низкие цены. И там действительно люди, вот, кто туда приезжает, они хорошо закупаются вот всякими этими женскими побрякушками, да и мужскими тоже. Вот. Очень много рыбы, конечно, вот этой красной рыбы. И у меня там ролик есть, посмотрите, как её ловят мальчишки, прям стоят на мосту на каком-то, кидают, значит, горбушу вот эту вот тащат себе. Мальчишки, пацаны. Вот. Это интересно. Причём в магазине в любом практически можно эту рыбу купить, но не брать с собой. Они её запакуют аккуратненько, да, ищут туда к вам, значит. Ну, солёную, естественно, сырую-то, свежую не будут. Вот. Прямо к вам домой приедете, у вас уже рыба лежит в почтовом ящике. Вот так. Такие есть услуги очень интересные. Вот. Ну, вот как-то так. Вообще, вот штат необычный. Мне, когда жена предложила туда вот покататься на этом самом круизном лайнере, я сначала говорю, а что там делать, попа морозит, что ли? Ну, говорит, вот у неё знакомые какие-то были, туда ездили, им очень понравилось. Ну, и, конечно, северная природа. Ну, это обалденно вообще выглядит. Вот с корабля, мы там подплывали к ледникам и так далее. И на корабле я впервые был на круизном лайнере. Там, конечно, все удобства. Там супер-пупер. И еды там вообще сколько угодно. Что интересно, я вот оттуда приехал, я не поправился. Потому что воздух такой свежий, хороший. Да. И вот сколько не ешь в этих буфетах. Вот там круглые сутки ешь. Вот. Ну, может вообще там оставаться и есть целый день. Там без денег, естественно, это уже всё входит. All included. Вот. Что там не включено? Это вот некоторые... Ну, допустим, вот приехали в какой-то город, да. Вот туристические экскурсии сам выбираешь, за них платишь. Вот. И уже едешь. Вот там, по-моему, одна или две экскурсии были уже включены. А все остальные, вот если тебе нужно, там на китов посмотреть, там ещё какую-нибудь ерунду. Вот это вот, да. Вот зверя там тоже полно. Да и ой, здесь полно зверя. Просто там другие немножечко медведи. Вот. А здесь такие, ну, так сказать, местного разлива. Вот так. И вот я вспоминал, вспоминал, конечно, Чукотку. Сравнивал. Ну, а там нечего сравнивать. Вот где мы жили, да. Это посёлок Угольные копья. Вот. Это там... Ну, какие там дороги-то? Там не было ничего совсем. В доме, естественно, печка и всё такое прочее. И ужас, и жуть. Вот. Я говорю, хоть маленький был, я всё помнил. А здесь, на Аляске, конечно, это вот, ну, просто никакого сравнения нет с Чукоткой. Это даже вот рядом не стояли. И везде всё освоено. Ну, где мы ходили, там. Всё освоено. Нормальные магазины, нормальные люди, нормальные дома. Ну, разве что вот этих высотных домов я что-то особо не наблюдал. Хотя в Анкоридже есть, но не небоскрёбы. А ну, просто дома высокие, многоэтажные. Это есть. Ну, вот как-то так. Вот так вот я сравнил Аляску. Вспомнил фильм. Много раз вспоминал фильм «Начальник Чукотки». Как они там перебирались. Вот. Ну, конечно, это фильм пропагандистский тоже. Ну, хотя фильм-то хороший. До сих пор помнится. Вот так. Вот так вот живут люди на Аляске. И, в общем-то, в принципе, особой разницы нет. За исключением погоды, да. Вот. А всё остальное – это же Америка абсолютно. Вот всё то же самое. Ну, ладно. До свидания. Спокойной ночи. С вами был доктор Влад сегодня. С вами был Игорь Негода.